И снова время новостей. В студии Светлана Леонтьева. Доброй ночи. Ордена Героя Украины вручил президент Владимир Зеленский родным четырех военных, которым присвоили эти звания посмертно. Орден полковника запаса миротворца сил ООН Николая Верхогляда из рук главы государства получили его супруга и сын. Высокую государственную награду Владимир Зеленский также вручил супруге и сыновьям Павла Пивоваренко, защищавшего Украину на Донбассе. Золотую звезду Героя президент передал родителям солдата Петра Полицяка, защищавшего Донецкий аэропорт. А награду солдата-айдаровца Рустама Хамраева приняли его сын и родители. С большим уважением примите эти награды, достойные награды этих достойных героев. Для нас награда, что мы живем с такими людьми в одной стране, а для вас, я уверен, что эта награда – это большая благодарность и поклон от всего украинского народа. И сегодня Владимир Зеленский провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкином. Об этом президент Украины сообщил в Твиттер. Стороны договорились продолжить консультации по координации дипломатических усилий ради достижения мира. Энтони Блинкин заверил в полной поддержке Украины Соединенными Штатами в противодействии российской агрессии. Разговор состоялся накануне беседы президентов США и России, запланированной на завтра по телефону. Это уже подтвердили и в Вашингтоне, и в Москве. Состоится разговор вечером. Как отметили в администрации Джо Байдена, инициатором стал Владимир Путин. В Белом доме также заявили, там ведут активную дипломатическую работу с европейскими союзниками и партнерами, консультируясь и координируя общий подход в ответ на наращивание России и военного контингента на границе с Украиной. Бесплатные тесты на коронавирус прямо на КПВВ и отмена обязательной самоизоляции при пересечении. Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала об упрощении процедуры. Подробнее Анастасия Волкова. Пересекать КПВВ на линии соприкосновения теперь можно без обязательной самоизоляции и установки приложения в дома. Мы отменили приложение в дома для тех, кто пересекает КПВВ. Это кажется очень мало, но поверьте, для тех, кто будет завтра использовать эту возможность, не стоять в очереди 5-6 часов, не искать смартфон, если у вас нет денег, чтобы его купить, не искать и не платить коррупционные деньги каким-то делкам, которые на КПВВ за определенную плату пытаются тебе продать это приложение или еще в какой-то другой способ нажиться на беде человеческой. Это очень большой шаг. Ежедневно только через КПВВ Станицы Луганской проходит до 2000 человек. Пограничники готовы к увеличению пассажиропотока и будут делать все возможное для быстрого пересечения линии соприкосновения гражданами в период новогодних праздников. Для тех, кому сложно идти пешком 400 метров через буферную зону, организовали подвоз на электрокарах. Не всем, естественно, можно проехать на электрокаре, а по категориям. Это 70 лет и старше, инвалиды, маломобильные, беременные с детьми. Сейчас в таких погодных условиях, конечно, если никого нету по категории, по нашим, то, естественно, мы подвозим и остальных людей. Снега полно, перевозка, молодцы, девчонки подобрали. Я инвалид второй группы являюсь, и меня подобрали с двумя чемоданами. Те, кто часто приезжает с временно неподконтрольной украинской территории, говорят, сервис на КПВВ с украинской стороны становится все более комфортным. Да все улучшилось, очереди нет, никого нет. Цивильно, все культурно, тепло. Все нравится, очень хорошо, обслужили, чистота, порядок, знаешь, куда идти. На новогодние праздники режим работы КПВВ не изменится, говорят пограничники. Он будет открыт с 8 утра до 16 часов вечера. Анастасия Волкова, Андрей Магомедов, Новости Украины. Кабинет министров поддержал постановление, разрешающее гражданам Беларуси в следующем году находиться в Украине 180 дней. В документе также идет речь о предпринимателях, высококлассных специалистах в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины и их родных. Они могут обратиться в миграционную службу и получить в сжатые сроки вид на временное проживание. Для остальных иностранцев срок пребывания в нашей стране по-прежнему ограничивается 90 днями в течение 6 месяцев. Мы приняли решение, оно будет опубликовано. Конечно, правительство также держит под контролем такие вещи. Мы продлили еще на год и 180 дней также продлили на год. Над проектом усиления государственной границы сейчас активно работают в Министерстве внутренних дел. Там заявляют, передали в офис президента законопроект об упрощении выделения земель в ведении погранслужбы. В ведомстве рассказывают, что документ и рассчитывают, что документ поддержат и в офисе президента, и в парламенте, а в следующем году начнется строительство. В первую очередь на границе с Россией и Беларусью. Ранее в МЭД определили 10 участков границы, через которые мигранты могут проникнуть на территорию Украины. Их общая протяженность составляет 270 километров. Большая часть украинско-белорусской границы, она не находится и не оформлена за пограничниками. И это означает, что невозможно строить там границу даже при выделении средств. В бюджете заложена первоначальная сумма на проектирование всей государственной границы, которая уже сейчас производится, и на начало строительных работ. Параллельно с законом должно идти выделение этих земель. Это все мы говорим о 2022 году. Государственное бюро расследованию провело обыски по делу о преступной схеме поставок угля из Ордло, фигурантом которого является пятый президент Украины Петр Порошенко. В частности, следователи осмотрели квартиры членов партии Европейской солидарности на предмет хранения вещей или документов, имеющих значение для уголовного производства. Напомню, в рамках этого дела сообщено о подозрении Петру Порошенко, бывшему министру энергетики и двум народным депутатам. При этом в Европейской солидарности назвали обыски давлением на оппозицию. В ГБР, подчеркнули, действуют исключительно в рамках закона. Сегодня в 7 часов утра состоялись обыски у представителей нашей партии. В частности, обыскивали дом чрезвычайного и полномочного посла Юрия Онищенко, также экс-депутата Сергея Березенко. Обыскивали сегодня и других наших коллег. По избежанию манипуляций и последующих информационных спекуляций вокруг этого уголовного производства, сообщаем, что 29 декабря 2021 года следователями ГБР на основании соответствующих постановлений следственного судеб проведен ряд обыска. Еще раз подчеркиваем, что ГБР действует исключительно в пределах и способах, определенным законодательством. Более миллиона и двухсот тысяч случаев и только за одни прошедшие сутки. Такое число заражений по всему миру стало рекордным за все время пандемии COVID-19. Данные опубликовали на онлайн-ресурсе World Ometers, который отслеживает ситуацию с коронавирусом в мире. Так, только в США зафиксировано более 312 тысяч новых случаев, во Франции 208 тысяч. Рекордные показатели и в Британии почти 130 тысяч новых заражений. Во Всемирной организации здравоохранения такой резкий всплеск связывают с одновременным распространением штаммов Дельта и Омикрон. По состоянию на сегодняшний день штаммы Дельта и Омикрон представляют двойную угрозу, разувеличивая количество заражений и таким образом приводят к скачкам уровня госпитализации смертности. Я глубоко обеспокоен тем, что более заразный Омикрон циркулирует одновременно с Дельтой. Это может привести к цунами случаев и значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру. В Министерстве здравоохранения Украины подчеркивают иммунизация самый эффективный метод профилактики COVID-19. По данным ведомства, 9 из 10 пациентов, которых в ноябре госпитализировали с коронавирусной болезнью, не прошли полный курс вакцинации. Медики также призывают носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Получить ответы на все вопросы, касающиеся иммунизации и COVID-19, можно, позвонив по номеру, который вы сейчас видите на экране. Большая реставрация, развитие туризма и проекты по медиаграмотности. Украинские фильмы представлены на самых престижных мировых фестивалях и принят решение о возвращении коллекции скифского золота украинским музейщикам. На этой неделе реакция новостей Украины подводит итоги года в разных сферах жизни страны. Каким был 2021 для украинской культуры? Светлана Сыч расскажет. Филармония имени Леонида Когана в Днепре лишь один из почти шести десятков проектов большой реставрации, который в этом году благодаря программе получил второе дыхание. Совсем скоро здесь полностью обновят сцену, улучшат акустику, обновят интерьеры зрительного зала и фойе. Мы надеемся, что благодаря этой программе большая реставрация у нас появится новый туристический маршрут, который будет называться культурные объекты, красивые объекты или архитектурные объекты Днепропетровщины, которыми мы гордимся. Это здание является памятником архитектуры национального значения. Оно построено в начале 20 века. В Одессе отремонтируют сразу два музея – художественные, западного и восточного искусства, а также Одесскую областную филармонию. Там уже проводят предварительные работы, укрепляют фасады и снимают аварийные элементы декора. У нас на сегодняшний день прошли тандеры по объектам, таким как Дворец Абазы и Художественный музей. Также рассматривается вопрос и объявлен тандер на Музей морского флота. Там заказчик – областной совет. В проекте большая реставрация. В этом году 57 культурных объектов. В следующем планируется восстановить 100. На это из госбюджета выделили 3 миллиарда гривен. При этом Министерство культуры призывает власти в общинах активнее включаться в процесс. Там готовы предоставлять субвенции местным бюджетам. Они готовы изменять окружающую инфраструктуру для того, чтобы там было удобно, например, в замках, где можно отдохнуть. Чтобы были кафе, то есть для общины, вложение одной гривни в реставрацию оборачивается многими гривнями, связанными с притоком туристов, посетителей. В нынешнем году Украину также избрали членом комитета ЮНЕСКО по защите культурного наследия в случае вооруженного конфликта. Этот статус поможет стране противостоять постоянным попыткам России присвоить украинские объекты культуры. Адвокация и то, что мы постоянно работаем над документами, поднимающими этот вопрос, это одно. Но добиться конкретных результатов для того, чтобы показать, в каком состоянии находятся объекты культурного наследия на временно оккупированных территориях, это самая главная задача. Также по решению апелляционного суда Амстердама в Украину вернется скифское золото. Спор вокруг коллекции исторических ценностей из четырех музеев оккупированного Крыма длился почти восемь лет. А традиционный крымско-татарский орнамент «Орнек» официально внесли во всемирное культурное наследие ЮНЕСКО. Страну и мир активно в этом году знакомили с крымско-татарской культурой. В 2021-м стартовал проект «Шлях Ёл». Он отражает ключевые элементы крымско-татарской идентичности и знаковые моменты истории коренного народа Крыма. В Крымском доме уже представили уникальную коллекцию из двух сотен экспонатов работы крымских мастеров. А в следующем году на территории музеев Пирогова откроют крымско-татарскую усадьбу. В будущем году, я очень в это верю, воплотим еще большую часть этого проекта, а именно постройку современного на основе исторических данных, в том числе и архитектурных, крымско-татарскую усадьбу, крымско-татарский музей, живой музей, где также на территории мастера традиционных ремесел, крымско-татарской традиционной кухни в том числе, будут представлять разнообразие, культурное разнообразие Крыма. Яркими событиями в сфере культуры на Донбассе стал масштабный проект культурных инициатив, в диалог на языке искусства. Это книжные выставки, кулинарные мастер-классы и фестивали. Их провели в Мариуполе, который выиграл звание «Большая культурная столица Украины-2021». А в рамках фестиваля «З Украины в Украину» реализовали проект «Вдохновение Востока». 11 артистов, среди которых Джамала ТНМК, Сергей Жадан, сняли клипы для своих композиций в 11 городах, в частности, Славянске, Краматорске, Бахмуте, Дружковке, Доброполе, Мирнограде, Станице-Луганской, Старобельске, Счастье и Мариуполе. В выходящем году при государственной поддержке в прокат вышли 79 фильмов. Отечественные картины высоко оценили на международных кинофестивалях в Каннах, Венеции, Берлине и на американском Санденс. Светлана Сыч, Наталья Гусак, Богдан Севко, Валерия Сарычан. Новости Украины. С пожеланием любить и поддерживать свое культурное наследие я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Больше новостей, в том числе и о вакцинации, смотрите на нашем сайте и в соцсетях. Доброй ночи и удачи! Редактор субтитров А.Семкин